Ну что ж, а мы продолжаем. Несмотря на то, что у нас сейчас начало ноября, я думаю, что можно и нужно подумать о весне, лете, о следующем урожае. И вот об этих темах мы поговорим с нашей замечательной гостью. Я очень рада представить Любовь Захарова, руководителя личного подсобного хозяйства. Любовь Васильевна, доброе утро, очень рада вас видеть. Доброе утро, Любовь Васильевна. Ну скажите, сейчас, начало ноября, какие сегодня можно проводить сельхозработы по подготовке к зимнему периоду, чтобы уже к весне была хорошая плодородная почва? Ну это понятно. Вроде собрали все урожай, помидоры, огурцы, все. Вроде бы казалось, все, закончилось. Но нет. Обрадовались. Нет, да. Грабли еще рано убирать с лопаткой, чтобы получить хороший урожай весной. Летом был хороший урожай. Ну что нужно? Первая подготовка к зиме. Убрать все листья с огорода, которые нападали у нас в деревья. То есть за зиму они перегнить не успеют и превратиться в одобрение? Их, да. Надо же перекопку сделать. Нужно их убрать в стороночку, где вам не помешает листья. Перекопка, значит, перед тем, как скопать, взять лопату, нужно убрать все сорняки. Там у нас очень много наросло сорняков. Кто даже если не убирал, все равно они у нас будут. Убрать сорняки. Потом приготовить лопату и перекапывать землю. Перед тем, как копать, хорошо бы перегнойчик, зола древесная. Если у кого нет, то можно не выкидывать листья эти, бумага, древесина, какая-то кордоночка. Все это сложить, поджечь, и у вас образуется зола, что будете вы вносить в землю. Азлатка – отличное удобрение. Очень хорошее удобрение. Скажите, мне интересно, вы говорите, перекапывать землю, конечно же, все будем, чтобы урожай на следующий год был хорошим. Перекапывать на какой глубине? Потому что там еще есть всякие личинки, вредители. Ну, лопата у нас где-то сантиметров, наверное, 15-20 она. А перекапывать не надо глубоко. Глубоко не надо. По лопатке достаточно будет. 5-7 сантиметров. Вот. В этом слое земли находится очень много там у нас вредителей. Вот когда они только тепло и начинают у нас на картошечку вылазить, колорадский жук. Вот в этот момент можно будет и какие-то личинки убрать. Это тоже очень хорошо. Корни у нас очень много сорняков. Перед этим нужно убрать. Тоже, если только будет тепло, то корни эти, которые остались, будут у нас вылазить и будут мешать нашим помидорам и всему остальному. Ну, это вот что касается почвы. А то, что растет на поверхности всегда, например, плодовые деревья, как-то нужно их укрутывать? Ну, укутывать. Вокруг деревьев, чтобы корневая система не вымерзла, тоже можно вот этими листьями вот вокруг обложить, чтобы корни не вымерзали. Кроны можно оставить в покое. Да. Корни можно закрыть в лизе. Крону. Ну, а крону чем? Ничем не закроешь. А ничем не закроешь? Не закроешь ничего. Скажите мне, пожалуйста, все-таки у нас Кубань, край такой очень благодатный. И, конечно же, одна из наших таких сельскохозяйственных гордостей – это помидоры. Вот есть какие-то советы, лично ваши, как вы добиваете хорошего урожая? Ну, во-первых, опять же, помидоры мы сеем сначала в ящичек. Когда? Когда они, ну, смотря какой вам надо… Смотря какой сорт. Да, нет, не сорт. Нет, не сорт. Когда вам надо, если на продажу, чтобы пораньше, то тогда мы садим, правильно, где-то январь у нас теплицы не такие уже, прям теплые. То есть, в принципе, это тоже можно включить все зимние подготовки. Да, люди некоторые уже, да, есть зимние теплицы, отапливаемые, тогда можно и в декабре даже садить, сеять, рассадывать. Вот, ну, чтобы получить хороший урожай. Опять же, я уже как-то говорила, что нужно с этого начинать с земли. Землю вносим, перегной. Мы еще собираем в лесополосе, где дуб растет. Первый слой земли убираем в лесе, и под этими листьями очень хорошая из-под дуба земля. Вот это мы привозим домой, пересеиваем ее, мешаем, покупаем торф, вот где у нас в магазинах продается земля, торф, вот, и мешаем. Туда добавляем песок, для чего? Чтобы земля... Песочек для вентиляции. Да, чтобы водичка хорошо проходила. Перегной, земелька вот эта с лесополосы, купленная, все это перелопатой делаем. Перекапывается, да? Перекапывается, перемешивается это все. Тогда все пересеивается, чтобы комочки, палочки, все это ушло через решеток. Перечки тоже лишние уходят. Да, 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 чтобы земелька была идеальная, хорошая, вот. И тогда мы уже делаем стаканчики. Стаканчики любые. Стаканчики можно уже спокойно делать рассаду. Да, любые, кто какие делает стаканчики. И вот они стоят у нас, растут до бутона. Когда бутончик появился у помидор, это 6-7 листов, тогда уже можно их высаживать на постоянное место, где у вас вы отвели помидором место. Отлично. Ну что ж, Любовь Васильевна, я считаю, что отличный задел на урожай уже в будущей весны. Главное, все правила соблюсти, которые необходимо сделать сейчас и в зимний период. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам большое. А вам, дорогие друзья, желаем хорошего урожая. И напоминаем, что все интервью с нашими гостями можете увидеть на нашем сайте kuban24.tv. Пока не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...